Север Люди рассказывают, раньше попасть на Большую Землю было очень непросто. Билеты раскупали мгновенно, и если нужно было срочно улететь, приходилось добираться до других северных аэропортов. Но даже это гарантий не давало. Чем чаще летают рейсы, тем для пассажиров это удобнее, однозначно. Потому как, во-первых, это удобнее по работе. Не надо столь долго задерживаться в Красноярске в ежедневные рейсы. Ну, во-вторых, это и бюджетный вариант. Маршрутная схема разработана так, чтобы пассажирам было максимально удобно. Если раньше людям приходилось ждать стыковочных рейсов по нескольку дней, то теперь это не займет больше нескольких часов. Супер, по цене билета на 3000 дешевле находка. Через интернет забронировать можно. Прекрасно. Во-вторых, ну мне надо было по средам только рейс Красноярск-Якутск. Соответственно, если бы не рейс Красавия, я бы на него не успел. Кроме того, жителям края станет проще попасть и в другие города нашего севера. В этом году откроются еще несколько новых рейсов. Например, из Красноярска в Северо-Енисейск и из Норильска на Диксен. Чаще станут летать самолеты из краевого центра в Туру, Байкит, Ванабару и Мотыгино, а также из Хатанги в Норильск. Кстати, аэропорт Аллыкель должен будет стать своеобразным пассажирским аэрохабом, откуда жители Заполярья смогут улетать в другие регионы России, минуя Красноярск. Две задачи решаются, которые поставил перед нами губернатор. Это развить северный аэропортовый транспортный пересадочный пункт на базе аэропорта Норильск и увеличить количество рейсов на отряде направления, таких как Норильск-Хатанга, Игарка-Норильск, абсолютно новый трейс, Красноярск-Северо-Енисейск, Красноярск-Мотыгино. Такая идеальная задача, чтобы каждый житель, проживающий на территории, неважно где, это в центральной урбанизированной части нашего края, либо на Крайнем Севере, имел возможность транспортного сообщения с центром нашего региона. Эти задачи губернатор Виктор Толоконский поставил перед краевым правительством после своего очередного визита на север, когда люди пожаловались ему на то, что рейсов мало и мест на всех не хватает. И вот решение проблемы нашли. Летать туда будут самолеты Ан-24 и Ан-26. По словам специалистов, самые надежные и подходящие для суровых условий заполярья. Знаете, еще, наверное, замены не придумали. Во-первых, с высоким расположением крыла, с большими основными стойками шасси, где я имею в виду колеса большие, с минимальными, то есть длинными пробега, разбега. Двигатели очень мощные для этого самолета, для его максимальной взлетной массы. Так что вот, самый лучший надежный самолет для северов незаменимый. А если желающих улететь в Игарку будет много, на этот рейс поставят самолет Як-42. Более комфортный и рассчитанный уже на 120 пассажиров. Причем на цену это не повлияет. По ряду направлений, таким как Норильск-Хаттенга, где вместе с увеличением частоты, практически двукратным, планируется снижение тарифа на, если не ошибаюсь, на 20-30%. Таким образом, авиасообщение с Крайним Севером станет более доступным. А это важно для 200 тысяч пассажиров. Именно столько перевезла краевая авиакомпания в прошлом году. Кроме того, по поручению губернатора, уже этим летом планируют запустить новый рейс из Красноярска в Шушинское. Алина Штоколова, Андрей Крупнов. Новости. Новости.